вы смотрите урок по джумал 4 меня зовут федор васильев тема урока заметки о пользователях как создаются заметки зачем их создавать то есть кому как они вообще пригодятся вам администратору сайта несколько слов сначала о заметках как раз таки раскрывающие потенциал и говорящие о том зачем они вообще нужны я в свое время на сайте на джумле 3 потому что на 3 джумле заметки те тоже есть очень часто свое время пользовался ими и они очень хорошо помогают представьте вы ведете деятельность какую-то на сайте например продажи цифровых товаров среди многочисленных зарегистрированных пользователей например вас там тысячи пользователей среди среди них 200-300 человек приобрели разные ваши цифровые курсы и после каждой покупки человека который зарегистрирован у вас вы можете оставлять заметку там этот человек купил у вас этот курс этот человек купил у вас другой курс и потом если вдруг вам надо каким-то причинам найти быстро всех людей которые купил какой-то определенный курс например посмотреть информацию что он купил освежить память там для каких-то своих нужд или сделать возможно рассылку по определенным группам людей которые купили какой-то один курс возможно вы сделали какое-то дополнение к этому курсу и хотите оповестись именно этих людей которые уже приобретали скажем смежный курс как бы это очень полезно и либо это может быть любая другая заметка которая вам будет необходимо и так вот у меня были созданы пользователи над каждым пользователь теперь будет кнопка создать такая мелькать и также в списке пользователей здесь будет заметки сейчас у меня ничего нет и категории заметок здесь изначально будет без категорий 1 по сути дефолтная категория я предлагаю сразу создать категории потому что допустим вот у меня есть курсы поджума есть курсы по wordpress и я бы разграничил это сразу здесь в категориях чтобы заметки поджума находились только в категории джума и соответственно для вордпресса вордпрессе и просто как раз сейчас учимся и на примере попробуем сделать категорию название я называю джума также может быть здесь какое-то добавлено описание родительское она может быть состояние опубликовано параметры даже можно добавить изображение описание не знаю зачем метод данные можно даже для поисковых систем записать описание потому что это для поисковиков то есть нужно ли чтобы это индексировалось здесь как-то это странно для меня так как я хочу создать еще одну сразу же категорию поэтому я кликаю на стрелку сохраняю эту и создаю новую так быстрее 2 категории будет называться wordpress сохранить закрыть так мы создали две категории дальше переходим заметка можем нажать создать заметку если здесь создать то пишем тему пользователя кому будет заметка добавлено далее категорию выбор то что мы только что с вами создали или отсюда можем создать категорию очень удобно состояние опубликовано нет потом можно выкинуть в корзину если заметка будет больше не нужна или добавить в архив дата можно выставить заметки примечания и текст по сути здесь вот все но удобнее мне кажется заметки дел через пользователей вот конкретно например у семья коля и васи напротив васи создать как я это делаю себя заголовок я писал купил курс 1 но в моем случае вместо курс 1 я прям писал название своего курса здесь уже подставлен у меня вася здесь будет список пользователей да нельзя к сожалению добавить сразу несколько человек придется заходить потом в другого пользователя категория обязательно выбираю он у меня купил на курс по джумле в описании я всегда писал для себя пометки важны моем случае если это был курс куплен со скидкой то я писал что я вася купил у меня такой-то курс и он купил его скидкой и еще я иногда указывал размер скидки просто для себя информация сохранить закрыть все заметки будут находиться естественно заметка пользователях вот этот будет тут список если мы зайдем в пользователи то теперь рядом создать заметку появляется стрелка кликнув по которой я могу увидеть что к этому человеку есть одна заметка и может же быть несколько заметок к одному человеку показать все заметки зайти в заметку и посмотреть что здесь я для себя отметил и также здесь появляется кнопка версия в какую дату была сделана первая версия тут будет список потом если вы производили какие-то изменения и соответственно показать заметку очень удобно прямо здесь в пользователях во всплывающем окне сразу могу видеть что он купил такой-то курс и подробная информация которую мне нужно было отметить здесь я тоже увидеть все закрыть вот так вот работают заметки для пользователей на мой взгляд это очень удобная и полезная функция джуму 4 с это не очень удобная и полезная функция джума нет так и это и Субтитры сделал DimaTorzok